В 2021 году в рамках инвестпроекта предприятием ЮРЭСК в коммунистическом завершено строительство 10 трансформаторных подстанций, а также линий электропередач мощностью 0,4 и 10 кВт, общей протяженностью более 25 км. Стоимость работ составила более 150 млн. рублей. Не меньший объем работы был выполнен и в сельском поселении Алябьевске, а это еще 8 подстанций и почти 40 км линий электропередач. В Советском в прошлом году также был обеспечен электроснабжением СОД «Букет-2». В дальнейшем у нас планы довольно-таки грандиозные. Это реконструкция сетей поселка Агериш и большая работа по реконструкции города Советского. Причем в город Советский там будут, кроме реконструкции старых линий и старых подстанций, будут дополнительно строиться питающие линии, распределенные пункты, линии, воздушные линии, там 10 и 0,4 кВт будут убираться в кабельные линии. Это программа большая, на несколько лет, но мы ее планируем. Состояние схемы у нас без изменений, аварийных технологических нарушений на данный период времени нет, а допущенных бригад нет. Все введенные в эксплуатацию новые сети и сооружения во всех поселениях района находятся на постоянном контроле диспетчерской службы ЮРЭСК. Тем самым предприятием обеспечивается высокое качество услуги по электроснабжению потребителей. Здесь ведется управление всего района электроснабжения. Все отключения, все работы, все это только с допуска диспетчера. Еще одно направление в работе ЮРЭСКа в рамках инвест-программы установка новых приборов учета, способных автоматически передавать показания. Надо отметить, что данные устройства потребители получают бесплатно. Только за прошлый год предприятием ЮРЭСК установлено более 2,5 тысяч таких умных счетчиков. Это приборы учета, которые позволяют производить передачу данных без снятия показаний. Людей не надо посылать, снимать. Да, потребителям не надо лишний раз беспокоиться. То есть, что в них туда входит? Это защита как от короткого замыкания, так и от переднего напряжения. Счетчики в многокатерных домах это меняет гарантирующий поставщик. Они уже начали эту процедуру. Срок замены где-то происходит от месяца до 6 месяцев, потому что требуется закупка данных приборов учета, замена, установка. Также и в частном секторе. Это делает сетевая компания. Всю необходимую информацию и контактные телефоны по вопросу замены приборов учета электроэнергии можно найти на сайте компании ЮРЭСК в разделе «Клиентам». А вот работа по строительству и модернизации сетей и оборудования будет продолжена. Первыми в очереди на 2022 год в Советском станут садовые товарищества «Гудок», «Строитель» и «Лесовик». Планируется обеспечить электроснабжением в следующем году и территорию Озерного парка «Кортопья» по улице Киевской. Игорь Скворцов, Александр Хромович, телеканал «Первый советский».